Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Лаура Байбачанова. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Когда ждать большую воду, в преддверии весенних паводков выявляются потенциально опасные водоемы. Учимся играючи. В Талдукургане открыт еще один развивающий центр для детей младшего и среднего возраста. Что дарить любимым, особенно если у вас супруга или 8 дочерей, многодетный папа из Рейнбекского района к празднику готов. В Казахстане стартовали командно-штабные учения «Куктем-2016». В течение ближайших двух дней пройдут они в Кукшетау. Спасатели и все остальные службы специального реагирования будут отрабатывать свои действия при ликвидации возможных ЧЭС в условиях весенне-паводкового периода. В рамках «Куктем-2016» тактика специального учения пройдет во всех регионах страны. Службы ЧЭС Алматинской области уже перешли к усиленному режиму работы. Сегодня на заседании областной комиссии обсудили общую паводковую ситуацию, а председатель комиссии, первый заместитель Акимобласти Махабад Бегильдиев поставил перед службами ЧЭС ряд основных задач. Во-первых, под постоянный контроль необходимо взять все водохранилища и потенциально опасные участки на горных реках. Таковых сегодня определено 66. До контроля и 143 водных объекта. Во-вторых, четко и слаженно провести все противопаводковые мероприятия, чтобы весенний период прошел в штатном режиме и без ЧП. Общая ситуация сегодня остается стабильной. Возможных угроз паводков не наблюдается, доложили ответственные лица. Снежный покров в этом году ниже обычного. Лишь в некоторых горных районах превышает норму на 15-20, а местами на 30%. Впрочем, снеготаяние должно пройти равномерно, а синоптики резкого потепления не прогнозируют. Средняя температура на начало марта ожидается в пределах минус 6 ночью и 5 теплоднем. В низкогорных районах будет значительно теплее. Впрочем, снежный покров здесь уже практически отсутствует, заверили специалисты. Однако это не повод расслабляться, подчеркнул Махабад Бегильдеев. Круглосуточные наблюдения селе и паводка опасных участков, несение службы в усиленном режиме, а также постоянный мониторинг. Общие ситуации остаются для служб ЧС задачи номер один. В целом, обстановка по сведениям КАЗ-гидромета у нас на сегодняшний день. Запас снега, воды на южных склонах Алатау на 20-30% выше нормы. Дополнительные наблюдательные посты у нас на сегодняшний день выставлены. Это более 130 дополнительных наблюдательных постов. Это включая и КАЗ-гидромет, и КАЗ-селезащиту. Два этих государственных учреждения ведут круглосуточный мониторинг по рекам, по снегозапасу, по таянию снега. Обстановка в целом на контроле находится. Если взять всю область, то у нас на сегодняшний день снегозапас ниже среднегодовых норм. Тем временем специально созданная областная комиссия завершила работу по детальному обследованию всех гидротехнических сооружений и паводкоопасных участков на территории Алматинской области. В целом, докладывают специалисты, все 143 водохозяйственных объекта взяты под усиленный контроль. Выдан ряд написаний по устранению нарушений и уже проведен комплекс противопаводковых мероприятий, который позволил стабилизировать общую ситуацию. В частности, еще вчера в связи с осадками была угроза подтопления на отдельных участках Алакольского района. Сегодня заявляют ответственные лица, такая опасность полностью снята. Областная комиссия провела контрольное обследование и оценила на месте состояние снежного покрова и приток воды в реке Тентека и самого озера. Проведенные противопаводковые мероприятия позволили обезопасить от подтопления прибрежные села и привести в полный рабочий режим местную дамбу, которая способна принять воду в случае поднятия в озере. В городе ведутся работы по вывозу снега и очистке орычной сети. На 100% готова техника, которая будет задействована в случае ЧП, а также мешкотара для сооружения временных дам. Прохождение паводкового периода в Алакольском районе ждут в два этапа. И, как заверили члены комиссии, общая ситуация под постоянным контролем и опасений сегодня не вызывает. Готовность к принятию паводков первого периода район готов. Второй период это будет река Тентек. Вот по реке Тентек мы обследовали все русло, проходящее через населенные пункты. Вот оно тоже в водорогенном состоянии. Вот также обследовали гидроузел Тентекский. Вот на сегодняшний день вода идет 20 кубов в секунду. Буквально несколько дней назад было 16 кубов в секунду. То есть потихоньку увеличивается. Это означает, что таяние в горах началось уже. Вот температурный фон положительный. Вот поэтому по Алакольскому району надо сказать, что работы, которые были запланированы, они все проведены. Все неиспользуемые земельные наделы и участки, используемые не по назначению в Алматинской области, будут возвращены государству. Этот вопрос стал главным на повестке дня под председательством первого заместителя Акимобласти Махабата Бегильдеева. Ответственным лицам, специалистам управления строительства, земельных отношений, архитектуры, сельского хозяйства поручено провести жесткую ревизию. Как уже выявлено, на сегодняшний день более 4,5 тысяч гектаров оказались либо пустующими, либо их использование шло в разрез с документами. Все выявленные нарушения будут немедленно вноситься в земельную карту области, что покажет реальные данные. Другим темам. Робототехника в Талдыкургане в областном центре открыли новый развивающий центр для детей. Посредством обычных конструкторов. В нем намерены взрастить будущих ученых, что очень востребовано век нанотехнологий. Пока же талдыкурганские школьники только начали познавать азы робототехники. К слову, открытие центра стало возможным благодаря госпрограмме Дорожная карта бизнеса 2020. Центр раннего развития для детей Лего Эдукейшн в образовательной системе Казахстана направление новое. Таких центров по республике буквально пересчитать по пальцам. В мире же такой метод преподавания практикуется уже более 30 лет. Его главная суть – раскрыть в ребенке скрытые таланты. За счет работы с лего-конструкторами у малышей развивается мелкая моторика рук, что способствует улучшению работы мозга. Развивается и творческое мышление. А самое главное – весь обучающий процесс проходит в игровой форме. Творчество, да, здесь, конечно, на первом месте, потому что дети используют у каждого свое видение. То есть учитель дает задание, допустим, «Постройте ферму». То есть ученик сам уже определяет, какие ему использовать цвета, какие использовать фигуры, что вообще он представляет, допустим, под названием фермы. Перед уроком идет познавательный мультфильм, тоже от Лего Эдукейшн. Допустим, что такое ферма. То есть дети сначала это узнают через мультфильм, а потом, сами, полагаясь на личную свою фантазию, они уже конструируют необходимые для них проекты. Центр проводит обучение по трем возрастным категориям – от трех до шести лет, от шести до восьми и от десяти до четырнадцати. На первых порах малыши учатся различать цвета животных, далее вести счет и читать. На последнем, заключительном этапе ребята будут заняты научной деятельностью – собирать механизированных роботов, которые запрограммированы на выполнение определенных действий. По робототехнике здесь в основном охватывается программирование. То есть то, что детям интересно сидеть за компьютером, они будут сидеть за компьютером здесь в пользу. То есть сначала они собирают модель, которую они запрограммируют в будущем. Не в будущем, а через несколько уроков. Они собирают несколько уроков, делают проект этой модели, собирают и зачем уже программируют ее на компьютере, в парах. Они работают в парах. Робот, которого они собрали, должен быть запрограммирован на следующий действий. То есть проехать, собрать какие-то данные. В планах у нас заниматься с детьми более старшего возраста и пробовать вывозить их на олимпиады республиканские, международные по робототехнике. То есть это все реально. Почему? Потому что у нас здесь, в городе, есть такой преподаватель, который вывозил своих детей в 2014 году в Сочи. И они заняли место на международной олимпиаде. Впрочем, планов у руководителей центра немало. Одна из главных – сводом программного обеспечения на государственном языке открыть группы с казахским языком обучения. Лаура Байбаченова, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Что такое гарден, знают многие талдыкурганцы. Теперь в городе открылся второй салон. Расположенный в самом центре – салон Марины Павловской. Помогает сделать уютным дом, офис или любое общественное заведение. А опытные дизайнеры салона подскажут, как создать необходимую по ситуации атмосферу. На рынке ткани гарден уже более 20 лет. Салон работает напрямую с лучшими фабриками Турции. Уделяет внимание в первую очередь качеству. Здесь есть все – карнизы, жалюзи, портьерные ткани и тюли. Более 300 наименований разных цветов. Как утверждает директор салона Штор, они стараются удовлетворить спрос любого покупателя. Люди хотят, чтобы ткани были менее мнущиеся. Они хотят, чтобы постирать и сразу повесить. Поэтому тоже стараемся такие ткани приобретать, которые имеют в своем составе и хлопок, и также искусственную нить, чтобы она сильно не мялась. Вот есть сеточки сейчас в основном. Все на основе сеток идет. И вышивка, и также гофре вот с той стороны висят. И просто сетки различные. Они очень хорошо в эксплуатации. Сейчас в основном портьерные ткани тоже. Велюр любят наши покупатели. Нравится, потому что он выглядит и богато, и солидно. И вот мы привозим такие ткани. Хорошо подобранные шторы помогают не только украсить помещение, сделать его по-настоящему стильным и уютным, но и может скрыть многие недостатки. Так утверждают профессиональные дизайнеры салона. Да и обстановку помогают создать нужную по ситуации. Сегодня, чтобы удовлетворить спрос клиентов, применяются самые смелые и нестандартные комбинации. Если раньше выбрал одну тюль во все окна, один тюль висит, то теперь стараются спальня, кухня, зал, чтобы они отличались. Мы подбираем под мебель, смотрим на это на все. И вкус у талантыкурганцев очень такой, знаете, высокий уже становится. Не как вот раньше. У салона много постоянных клиентов. Назгулька на пьяного из числа таких. Она любит все новые, потому часто меняет интерьер. И считает, что именно шторы разительно меняют помещение даже на фоне привычной мебели. Я здесь постоянный клиент. Уже, наверное, лет семь постоянно сюда прихожу. Мне здесь нравится, как обслуживают. Внимательные. Такие могут что-то интересное предложить, которое вот на сегодняшний день модно, нужно. Поэтому и они могут домой прийти, измерить, прошить, принести в готовом виде. Поэтому очень удобно. Подбором тканей и пошивом спектр услуг салона не ограничивается. Специалисты помогут и правильно ухаживать за тканями. Постоянным клиентам скидки. В новом салоне и абсолютно новый ассортимент. Гульназ Мустафас, Ихат Хасиин, телеканал ЖТСУ. Новости экономики продолжит выпуск. С ними вас познакомит моя коллега Асим Кощегулова. Добрый вечер. Всем вам слово. Спасибо, Лаура. Здравствуйте. В феврале текущего года интервенции Национального банка Казахстана в форме покупки валюты составили 20% от общего объема торгов на казахстанской фондовой бирже. Об этом стало известно сегодня из выступления главного финрегулятора страны Даниара Акишева. По словам Даниара Акишева, Нацбанк минимизировал свое участие на валютном рынке и в течение всего февраля практически не участвовал на валютных торгах. Однако в конце февраля, в период налоговых выплат, Национальный банк был вынужден скупить валюту из-за большого предложения ее на рынке. В результате февраля 2016 года интервенции Национального банка в форме покупки валюты составили 474 миллиона долларов. Также главный банкир страны отметил, что за этот период золотовалютные резервы Нацбанка увеличились почти на 3% и по предварительным данным составили 27,5 миллиардов долларов. Новые горизонты сотрудничества. Ведущие концерны «Поднебесная» построят в Восточно-Казахстанской области, птицефабрику, комбинаты по переработке рыбы, а также пантовой и мясной продукции. Меморандумы об их создании уже подписаны. Кроме того, местные власти и представители Синьцзянь-Уйгурского автономного района активно обсудили и промышленные проекты. Они касаются строительства ТЭЦ в Семее – цементно-бетонного завода в Урджаре. Помимо этого, Китай видит в Восточно-Казахстане крупного и, главное, долгосрочного поставщика медной продукции. Стоит отметить, что сегодня только в Восточно-Казахстанской области действует 50 казахстанско-китайских предприятий. До 25% регионального экспорта приходится на долю Китая. В Казахстане рост инвестиций в сельское хозяйство в 2015 году существенно снизился. Показатель составил всего 0,4% против 17% в прошлом году. В то же время специалисты отмечают, что регионы демонстрируют разнонаправленную динамику кап-вложения в аграрный сектор. Так, в шести областях инвестиции показали существенный рост, а восьми других ушли в минус. К примеру, самый выдающийся рост инвестиционной активности зафиксирован в Казалардинской области более чем в 11 раз. Из областей, традиционно имеющих большие объемы сельхозпроизводства, в число лидеров вошли Кустанайская с ростом на 38% и Алматинская область плюс 32,4%. Напомним, в феврале глава государства Нашултан Азарбаев распорядился выделить из ИНПФ 100 миллиардов тенге КазАгро для финансирования приоритетных проектов агропромышленного комплекса. Это были все новости экономики на сегодня. Я вновь передаю слово своей коллеге. Лаура. Спасибо всем. А мы продолжаем выпуск с событиями в мире. В Японии начали тестировать роботизированные такси. Место проведения испытаний выбран город Фудзисава. В рамках эксперимента жители могут вызвать такси, используя приложение в смартфоне. Автомобиль прибывает без опозданий, поскольку при расчете времени учитывает не только расстояние между начальными и конечными пунктами, но и время стоянки на светофорах, погодные и другие условия, влияющие на скорость движения. Пока идут тесты, создатели робота такси решили подстраховаться и посадили за руль водителя. Но машиной управлять разрешили только в экстренных случаях, поскольку автомобиль оснащен камерами и датчиками. Получает информацию о ситуации на дорогах, анализирует все данные и самостоятельно принимает решения. Ожидается, что использовать машины роботы будут уже через 4 года. Их задействуют для перевозки спортсменов и туристов во время Олимпийских игр в Токио. В Китае двухлетний ребенок выпал на ходу из багажника автомобиля. Один из водителей китайского округа Сунжой заснял на камеру, как из багажника впереди идущего автомобиля на дорогу выпал ребенок. При этом находящийся за рулем дедушка двухлетнего мальчика ничего не заметил и продолжил движение. Лишь позже водители рассказали ему о случившемся, и он вернулся за мальчиком, сообщает RT. В Ливане прошел заезд лыжников, переодетов в необычные костюмы. От других соревнований они отличаются тем, что в конце спортсменам предстоит прыгнуть в бассейн с ледяной водой. Заезд проводится второй год подряд, и на этот раз организаторы могут похвастаться значительным числом спортсменов и зрителей. Поучаствовать в мероприятии выразили желание 25 команд по 3 человека в каждой. Жюри оценивают их креативность, волю к победе, а также насколько активна поддержка зрителей. Обзор подготовила Маржан Бекишева по материалам интернет-ресурсов. В предгорных районах Алматы снесут 44 здания. Это решение – результат ревизии, которую провели после совещания с участием главы государства. В год своего тысячелетия Алматы должен кардинально поменять облик. Городостроительный совет принял решение. Районы выше проспекта Аль-Фараби, а это 6,5 тысяч гектаров, застраивают только трехэтажными зданиями. Возведенные или еще не завершенные объекты в горной местности сносить не будут. А вот новые вне закона построить уже не дадут. Всего же по городу насчитали 44 незаконных постройки. Сегодня в Акимате поднимались и вопросы строительства объектов Всемирной универсиады. Их обещают сдать в срок. Город в юбилейном году преобразится, обещают местные власти. Он станет комфортным для жителей и привлекательным для туристов. Благотворительный центр открылся в Тарбогатайском районе. Он создан по инициативе местных предпринимателей. В нем малоимущие и многодетные семьи могут бесплатно выбрать себе одежду и обувь. По словам организаторов, все вещи новые и хорошего качества. В будущем сельские бизнесмены хотят, кроме одежды, раздавать продукты питания и канцелярские товары. В Ахтобе состоялся показ коллекции одежды дизайнера Малеки Дусимбаевой. На суд жюри Кутюрье представил не только современные вечерние платья, но и свадебные наряды, выполненные с учетом национальных традиций казахского народа. Все платья и мужские костюмы отличают функциональность, а древние узоры манят своей загадочностью и красотой. Дизайнер считает, что такая одежда должна быть в гардеробе каждого современного казахстанца. Подборку новостей республики подготовила Эльвира Ликерова по материалам интернет-ресурсов. Еще с тем выпуска. Многодетных матерей и заслуженных бабушек поздравляли сегодня в областном центре. Праздник Международному женскому дню организовал областной совет ветеранов. Участие в мероприятии приняли члены совета матерей. Гости приехали в Талдыкурган со всех уголков области. Всего за праздничным столом собралось порядка 45 представительниц прекрасного пола, каждая из которых имеет за плечами большой жизненный опыт, а потому является замечательным примером для подражания. С 8 марта женщин поздравил председатель совета ветеранов Ордак Седы, приглашенный артиста, а также спонсоры, оказавшие помощь в проведении данного мероприятия. Как было отмечено на встрече, сегодня совет ветеранов и совет матерей уделяют огромное внимание воспитанию молодежи, и несмотря на свой почтенный возраст, бабушки ведут активный образ жизни. Женщина – это наша мать, женщина – это супруга, женщина – это дочка, стаха, наши внуки, правнуки, на чем держится, как говорится, весь свет. Желаю всем женщинам Казахстана, в том числе Алматинской области, самое главное – здоровья, счастья, долгие лет жизни, чтобы их дети, внуки, правнуки радовали. Они у нас жили, как говорится, минимум, это возраст нашего Джамбула Жабаева, более 100 лет, жили счастливо и активно трудились. В 33 года мать-героиня, молодая, счастливая, многодетная мама, живет в селе Наренкол Реймбекского района. У отца семейства сейчас большие заботы, приближается Международный женский день. Нужно поздравить супругу и восьмерых дочерей. О том, как идет подготовка к празднику, расскажет Гульнас Мустафа. Один ребенок в семье – эгоист, второй ребенок – конкуренция. А вот больше трех детей – только забота о младшем, говорит глава многодетной семьи. Последнее в кругу семьи проявляется ежеминутно. Все это из личного опыта многодетных родителей. Жадра – самая старшая, учится в колледже в Алматы. На Жазеру, на Зерке Альбину возлагается вся ответственность по дому. Динара и Диляра – близнецы, активные помощницы. У Урынгуль – особенное место в семье, поскольку родилась после смерти бабушки и носит ее имя. А у нас – самая маленькая и беззаботная, за которой со стороны старших нужен постоянный уход. Субординация соблюдается во всем. В первую очередь – уважение к родителям. А слово «отца» здесь – непрекословный закон. Очень нас уважают, учатся в школе хорошо. Я на них даже не повышал голоса. Они сами все с полуслова понимают. Я больше хозяйством занимаюсь. Когда прихожу домой, бывает уже все готово. По очереди убирают дома, посуду тоже по очереди моют. Они хорошие помощницы мамы. Для отца семейства главное, чтобы были живы и здоровы девочки. На них он возлагает большую надежду. А для самой хранительницы очага важнее – рождение наследника. Как говорит сама Тамара, в семье должно быть столько детей, сколько даст Всевышний. Если честно, я не думала, что стану многодетной матерью. Еще когда не была замужем, хотела родить мальчиков. Мечта до сих пор осталась. Надеюсь, что скоро она сбудется. Дом, где проживает многодетная семья, хоть и небольшой, но очень уютный. В нем царит атмосфера тепла и взаимопонимания. В характере, начиная с отца семейства до младшего ребенка, заметны такие человеческие качества, как ответственность, бескорыстие, нежность и милосердие. Наверное, это позволяет знать им меру во всем. К 8 марта готовлюсь. Постараюсь порадовать каждую из моих девочек по мере возможности. Может, не совсем большие и дорогие будут подарки, но необходимые каждой. Поддерживать семейный бюджет помогает небольшой магазин возле дома. И здесь трудится вся семья. Кто-то принимает товар, кто-то расставляет его по полкам. Но главное – будущие детей. Каждому родители намерены дать высшее образование. А девочки, в свою очередь, осознавая важность знаний, стараются учиться лишь на хорошо и отлично. Гульназ Мустафа, Асхат Мусабеков, телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. Молодежь Каратальского района призывает сверстников быть амбициозными, креативными и активно участвовать во всех политически значимых мероприятиях. Свои патриотические чувства к родине они выразили во время форума, посвященного 25-й годовщине независимого Казахстана. Причем это мероприятие дало старт целой эстафете. Отныне подобные форумы пройдут в каждом районе Алматинской области. До начала форума его официальные гости познакомились с выставкой достижений юных дарований региона. Сегодня каратальской молодежи есть чем гордиться. Успехи они имеют почти в каждой сфере. Лучших в своем деле поощрели ценными подарками и благодарственными письмами. Активные участники всех государственных программ успешно в регионе развивают малый и средний бизнес. Только в сфере предпринимательства сейчас занято более 300 молодых ребят. Большие достижения имеются и в спорте. Наша земля всегда славилась чемпионами в разных видах спорта. Штанга, бокс. Теперь я легкоатлет первый, кто отобрался на Олимпийские игры. И всегда среди молодежи в Уштобе был очень популярен спорт. Потому что это все-таки здоровье, это опора. Это, во-первых, и дальше развитие дает также везде. И по жизни легче со спортом уйти. Поэтому наш край всегда и славился. Потому что у нас это все-таки семеречья. Молодежь не должна никогда забывать все, что было, историю свою. Это первое. Потом молодежь должна всегда смотреть вперед, идти вверх с технологией. Это второе должно быть. И третье, патриотизм должен быть всегда во главе всего. Тогда страна будет развиваться. Я считаю, это самые главные приоритеты для нашей молодежи. Глава государства всегда говорит, что будущее в руках молодежи. Поколение независимости началось с нас. Мы, как ровесники независимого Казахстана, должны помнить об этом. Стремиться быть лучшими и вносить вклад в процветание нашей страны и оправдать надежду лидера нации. Я думаю, жетесусская молодежь всегда в авангарде. И сегодня в рамках реализации молодежной политики область лидирует по республике. Будущее принадлежит конкурентоспособной молодежи. Этот призыв самого главы государства участники форума понимают не хуже других. Подрастающие поколения должны стремиться ко всему лучшему. Пользоваться возможностями изучать языки и ценить национальную культуру. В Алматинской области для этого создаются всевозможные условия. Из года в год растет и бюджет сферы. Только в этом году на развитие молодежной политики было выделено полмиллиарда тенге. К слову, в прошлом году эта цифра не превышала 300 миллионов. Содействие для самореализации молодежи и поддержку для дальнейшего их роста руководство региона обещает показывать и дальше. Мы всегда поддерживаем амбициозные идеи наших молодых ребят. К примеру, в прошлом году помогли начинающему предпринимателю. Пошли навстречу, выделили земельный участок для открытия автокинотеатра. Очень много ребят, которые с помощью льготных кредитов развивают бизнес на селе в рамках программы с дипломом в село. К нам прибыли 20 молодых специалистов, и 12 из них мы обеспечили жильем. В этом году в районе упор будет сделан на развитие сети спортивных площадок, также в планах открытия современного спорткомплекса. Завершился форум концертной программы. Молодые артисты подготовили свои лучшие номера с патриотическими композициями. Отныне подобный форум пройдет в каждом регионе области. Жанна Киханова, Тимур Байбусынов, телеканал ЖТСУ, из Каратайского района. Учителя и воспитатели могут дать фору спортсменам. В Коксусском районе прошел турнир по волейболу, в котором соревновались работники сферы образования. Турнир памяти педагога Бахатгуль-Нусипова и для данного региона уже стал ежегодным. В нынешнем приняли участие 12 команд. Надо отметить, что по результатам данного турнира будут отобраны те команды, которым предстоит отстаивать честь района на областных соревнованиях в конце марта. В преддверии Международного женского дня состязались на поле исключительные представительницы прекрасного пола, которые еще раз доказали, что женщина может быть и умной, и красивой, и, конечно, спортивной. И в этом вопросе Бахатгуль-Нусипова, который многие знали под именем Светлана, является настоящим примером для подражания. Это человек, который всю свою жизнь отдал именно работе районам, школам, учителям. Долгое время она проработала у нас профсоюзным работником. И про этого человека ни один в районе не может сказать плохого слова. Всю свою душу, все свое тепло она отдавала людям. Она очень много времени уделяла спорту. И вот волетбол это было одной из ее любимых игр. И поэтому мы решили, что именно волетбол посвятим памяти Светланы Кожакметовны. Такой была информационная картина с сегодняшнего дня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин